в комнату той же кровати, на которой мы сидим, номер два на сне, она говорит, я видела свое тело со стороны, и вот я подвешиваю в стене под столком, и не могу никуда это, подвешиваю в стене. Потом, говорят, за мной пришли какие-то два как ангела, что ли, как я не знаю, как назвать, вот, и они начинают мне там, ну, подробностей не помню, в общем, суть в том, что она покинула их планету. Она говорит, я прям видела, что я, и я, говорит, не могу назад, говорит, меня прям тянет, она говорит, а мне так больно расставаться с планетой, говорит, я так хочу вернуться назад, говорит, прям тоска, говорит, невероятно, говорит, я проснулась, я весь день об этом с ней думала, тут прям тоска на душе была, она говорит, я умерла, и вот меня, говорит, прям выбросила с нашей планеты, говорит, я видела, я прощалась с ней, говорит, это так больно было вообще уходить. Ну, это знак для нее. Определенно, это, скажем так, ее ангел разговаривает с ней в этот момент благодаря вот такому видеоряду. Это должно было бы для нее означать, что ей нужно сделать соответствующие выводы. Я не знаю о жизни ее, но, скорее всего, это для нее намек. И его нужно растолковать правильно, сделать соответствующие выводы и в соответствии с ними как-то по-другому, что ли, жить начать. Ну, она растолкует правильно для себя, она очень грамотная. Но дело в том, что еще в этот момент я читала книгу «Империя ангелов», и там этот процесс описывается, как будто на самом деле так. Правда, я в это верю, мне очень все понравилось, как в этой книге. Мне тоже. Вообще великолепно. Мне тоже. И, ну, вот, как бы она читает эту книгу, ей это приснется. Возможно, это просто где-то отложилось у нее эта информация, для нее это было каким-то, возможно, удивлением, и оно во сне вот так появилось. Ну, я вообще в совпадение не верю, потому что, ну, в принципе, совпадений в жизни не бывает. Это...